Добрый день, уважаемые студенты! Мы с вами начинаем практическое занятие по предмету «Русский язык». Я преподаватель кафедры русского языка и литературы Бухарского государственного университета Убайдова Дельрабо Аскаровна. Тема нашего занятия. Лексическая тема. Языки мирового значения. Грамматическая тема. Определительные отношения в сложном предложении. Девиз нашего урока «Бессмертие народа. Его языке». Это сказал величайший киргизский писатель Чингис Айтматов. Значит, начнем наше практическое занятие при помощи слайдов. Значит, цель и занятие. Образовательная цель. Формировать умение находить предаточные, определительные, сложно подчиненным предложениям, правильно употреблять их в речи. Вторая. Воспитательная. Воспитать интерес, уважение к родному иностранным языкам. Третья. Развивающая. Развитие грамотности, внимания, памяти, логического мышления, активизация познавательной деятельности обучающихся. План нашего занятия. Организационный момент. Разговорная пятиминутка. Опрос домашнего задания. Новая тема. Словарная работа. Грамматическая тема. Закрепление. И итог практического занятия. Начнём наше занятие с разговорной пятиминутки. Разговорной пятиминутки. Вот вы видите, у нас пять вопросов. Эти вопросы составлены по творчеству великого узбекского поэта Алишера Наваи. Значит, первый вопрос. Где и когда родился Алишер Наваи? Второй вопрос. Самая великая книга Алишера Наваи? Третий вопрос. Основные темы его творчества? Четвёртый вопрос. Жанры его творчества? И последний, пятый вопрос. Сколько достанов в Петерице? То есть в Хамсе. Вот теперь вы подумаете. Правильные ответы. А потом у нас следующий слайд. Уже там рассмотрены правильные ответы. Я думаю, что вы уже все нашли правильные ответы. А теперь посмотрим. Первый правильный ответ. Алишер Наваи родился 9 февраля 1441 года в городе Герати. Следующий правильный ответ. Самая великая книга Алишера Наваи – это Хамса. А вопрос был таков. Самая великая книга Алишера… Назовите самую великую книгу Алишера Наваи. Значит, это Хамса. Следующий. На какие темы писал свои произведения Алишера Наваи? Такой вопрос был. Значит, тема любви, тема родины, тема природы, тема добра и зла – это основные темы творчества Алишера Наваи. Следующий. Жанры творчества Алишера Наваи. Правильный ответ – это рубаи, газели, фарды, туюки. Теперь последний вопрос. Какие достаны входят в Пятерицу, то есть в Хамсу? Значит, первое – удивление хороших людей. Это первый достан. Второй достан – Фархат Иширин. Третий достан – Лейли и Меджну. Четвертый достан – Семь планет. И последний, пятый – Стена Искандера. Это были правильные ответы. Я думаю, многие из вас правильно ответили на эти вопросы. Теперь опрос домашнего задания. На прошлом занятии мы говорили о языках. О языке, о роли языка в жизни человека. Вам такой вопрос. Какие функции выполняет язык? Какие функции выполняет язык? Второй вопрос. Сколько языков в мире? Сколько языков в мире? Третий вопрос. Семьи языков? Семьи языков. И последний, четвёртый. Какой языковой семье относятся русские и узбекские языки? Теперь у нас мозговой штурм. То есть я задаю вам такие лёгкие вопросы. Они очень лёгкие, но вы очень быстро должны на эти вопросы ответить. Первый вопрос. Что такое сложное предложение? Что такое сложное предложение? Второй вопрос. На какие виды делится сложное предложение? На какие виды делится сложное предложение? Вот теперь посмотрим. Сложное предложение – это такое предложение, где два или более предикативных основ. Сложные предложения делятся на сложно подчинённые и на сложно сочинённые предложения. Теперь наша сегодняшняя тема определительной предаточной. Определительной предаточной отвечает на вопросы «какой?» и присоединяется к главному слову с существительными союзными словами, «который», «которая», «которая», «какой», «чей», «кто», «куда», «где», «откуда». Например, «я знаю людей, которые знают несколько языков». Это сложное предложение, сложное подчинённое предложение. Главное предложение «я знаю людей», второстепенное «знают несколько языков». Это два простых предложения соединяются между собой с союзным словом «которые». Или же следующее. Книги, которые на полке написаны на русском. Здесь тоже сложное предложение, сложно подчинённое предложение. Простые предложения соединяются между собой с союзным словом «которые». Теперь наша лексическая тема. Ребята, в мире есть языки, которые называются мировыми. Когда мы называем языков мировыми? Когда на этом языке говорят очень большое количество людей. Сейчас вот на слайде у нас 9 языков мирового масштаба. Значит, это первый – английский. На этом языке говорят полтора миллиарда человек. Изучается в 106 странах мира. Второй мировой язык – китайский. Тоже на этом языке говорят полтора миллиарда человек. Но этот язык всего изучается в трёх странах мира. Третий мировой язык – индийский язык. На этом языке говорят 1 миллиард человек. Изучается в двух странах мира. Следующий – испанский язык. На этом языке, говорят, 550 миллион человек изучается в 31 странах. 31 страна. Это основном Испания и страны Латынской Америки. Арабский язык. На этом языке, говорят, 420 миллион человек изучается в 58 странах. Французский язык. На этом языке, говорят, 270 миллион человек изучается в 53 странах. Следующий мировой язык – португальский. На этом языке, говорят, 260 миллион человек. Следующий язык – это русский язык. На этом языке, говорят, 260 миллион человек изучается в 17 странах. К этому числу относимся мы тоже, потому что в нашей стране тоже изучается русский язык. И последний язык – это немецкий язык. На этом языке говорят 200 миллион человек. Так, теперь у нас есть такая организация, Организация Объединённых Наций, ООН. Эта организация занимается вопросами защиты прав человека во всём мире. Этот язык работает на шести языках. Это организация. Значит, первый рабочий язык – это английский. Второй рабочий язык – это китайский. Третий рабочий язык – это испанский. Четвёртый рабочий язык – французский. Пятый – это русский. И шестой – арабский язык. Мы знаем, что в мире очень много языков, и они, значит, относятся, каждый язык к какой-то семье. Вот здесь, в нашем слайде, самые распространённые семьи языков. Значит, самая распространённая семья языков – это алтайская семья. На втором месте – индоевропейская семья. В третьем месте – славянская семья. Четвёртый – финоугорская семья. Пятое – это хомсо. И шестое – это кавказская семья. Русский язык, ребята, относится к славянской семье. Сюда также относятся украинские, белорусские языки. Дальше идём. В мире есть мёртвые языки. Что такое мёртвый язык? Это язык, на котором никто на сегодняшний день не говорит. Первый – это латынский язык. Второй – это санскрит, Индия. Третий – это коптский язык, Египет. Четвёртый – церковнославянский язык. И пятый – менский язык, Ирландия. Значит, запомните, мёртвые языки – это такие языки, на котором на сегодняшний день никто не говорит. Вот теперь в ходе нашего занятия нам нужны были такие новые слова. Первое слово – авторитет, Обрю и Тебор. Второе – официально, Расми. Третье – престижный, Обрю ли и Тебор ли. Четвёртый – признать, Тан он мог. Пятое – становление, Шакль-Ламещ. В ходе словарной работы, ребята, надо в первую очередь поставить ударение. Вы знаете, что ударение всегда падает на гласный. Когда гласный О в безударном положении, мы читаем это как А. Например, слово официально, если вы обратили внимание, первый слог, первый согласный О я произношу как А, потому что оно в безударном положении. Ребята, вот мы сейчас с вами познакомились с лексической темой языки мирового значения. Мы узнали, что в мире есть такие языки, которых мы называем мировыми. Это 9 языков. Помимо этого, есть 6 мировых языков, рабочих языков Организации Объединённых Наций. И что такое мёртвые языки мы узнали, семьи языков. Я думаю, вы очень хорошую информацию получили. И наш русский язык относится к славянской семье. Тоже является мировым языком, тоже является одним из рабочих языков ООН. Также мы с вами повторили грамматическую тему сложные предложения, сложно сочинённые, сложно подчинённые и сложно подчинённые предложения определительного характера. Думаю, что вы хорошо усвоили тему в дальнейших занятиях. Мы ещё подробно остановимся на этих темах. Я думаю, что очень много усвоили вы. Думаю, повторите. Спасибо за внимание. А домашнее задание вам – составить предложение с новыми словами. Я напомню вам. Первое слово – авторитет. Обру и тбор. Второе слово – официально, расми. Третье слово – престижный, обру и тбор ли. Следующее слово – признать, тан он мог. И последнее – принадлежать. Ущаньга хос булищ. Так, значит, домашнее задание понятно – составить предложение с новыми словами. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok